Есть известный квадрат Малевича, а это не менее известные на рабочем поселке квадраты подрядчика. Вот так выполнили ремонт в подъездах дома номер 28 по улице Герцена. Краску заменили только там, где старая облупилась. Жители называют это издевательством. Ремонта в подъездах не было лет 50. И тут такое. Выборочный. Выборочный ремонт. Что такое? Такого понятия вообще не существует. Они не понятия смеют и не знают. Я говорю, ну вы хоть бы когда утверждаете тарифы, вы хоть бы как-то с нами согласовали, на что наши деньги пойдут. Неужели трудно вот как-то определиться? Ничего не говорят, все молчат, отсылают только. Краски пожалели, а вот побелки нет. Уже который день жители не могут отмыть подъезды. Здесь на полу все залито было белым. Вот не столько на потолке, сколько на полу. Я три дня здесь ползала, не знаю, по три раза размывала все, умыла. Ужас какой-то, ужас. Что говорить? Выборочный ремонт был очень странным, рассказывают жители. Подрядчик работал вечером в выходные. Немного заштукатурил дом снаружи, повесил водосточные трубы. Правда, одна короче, чем необходимо. Из-за многолетнего отсутствия стоков стены промокли насквозь. Вот такая кирпичная стена полуметром толщиной уже насквозь пропиталась водой. То есть штукатурный слой весь отошел, шпаклевка, обои, все железет, плесень, сырость. Ну, все что угодно может. Грибок. У нас здесь спят дети, сами здесь спим. В жилищно-сервисной службе нам пояснили. Выборочный ремонт – это не что иное, как исполнение предписания госжилинспекции. Латали действительно частично. Работы по восстановлению штукатурного и окрасочного слоя потолков подъезда МКД, конкретно данного дома, выполнялись в соответствии с предписанием службы государственной жижилинспекции. Также нам пояснили, что квадратный ремонт пока не принят. А если будет необходимость еще что-то подремонтировать в доме, то жилищно-сервисная служба готова рассмотреть такую возможность. Сложно представить, какие еще дизайнерские решения жители дома 28 по улице Герцена смогут увидеть, если продолжат свое сотрудничество с данной управляющей компанией.